Вика первоклассница Отправляемся, Вик, за школьные форумы Покупать будем в Адеме, отечественный производитель Идем? Пошли Здравствуйте Мы идем в первый класс, нужна школьная форма на девочку Подберем что-то? Конечно Итак, в школе встретят по одежке Белый верх, темный низ, классика Несмотря на рамки, модели и фасоны дают простор Рубашки Несколько видов юбочек На ваш вкус Сарафаны Жакетики и брючки Вика, я думаю, мы, наверное, померяем все Да? Да На манекенах вы видите, как раз таки представлены Вот у нас первоклассники Как девочки, так и мальчики В разнообразных сочетаниях Причем вся одежда хорошо комплектуется между собой Можно взять как такой вот базовый гардероб И уже менять В этом году есть еще такая особенность Сами школьники, учитывая пожелания школьников Стали предпочитать рубашки оверсайз Даже девочки просят мальчиковые рубашки Для школьников постарше мы также предлагаем удобные Жакеты Что не будет стеснять, в общем-то, движения Вот, также брюки у нас тоже есть в размере Платье в таком вот деловом стиле На как раз таки легкую осень Что очень как раз тоже очень удобно Такой достаточно дресс-код Да, опять же, это хорошо подойдет для подростковой школьной группы Также и студенты могут воспользоваться этой одеждой Этими комплектами Также, если видите, у нас с той стороны Плащи, тренчи, да Которые хорошо будут как раз таки дополняться В дождливую погоду Октябрь, ноябрь Это очень удобная, комфортная одежда Выполненная из шерстяных, полушерстяных Натуральных хлопковых тканей И трикотажа При выборе одежды важны детали Ковид внес коррективы Сейчас у нас в школах обрабатывают парты Хлорсодержащими препаратами Дети трутся руками об эти парты обрабатываемые И на этих местах возникают контактные дерматиты Поэтому постараться все-таки длинный рукав Минус один пункт из списка И минус почти полторы тысячи рублей Идем дальше Нам нужна спортивная форма на девочку Первоклассник Хорошо Так, есть вот такой вот план Какой тебе больше нравится? Пудровый Пудровый, хорошо Вот такой вот есть пудровый Есть пудровый с единорогом Есть назмеечки сиреневого цвета Батничек в форме летучей мыши Но все надо мерить, чтобы было красиво Легло хорошо Спортивная форма у нас идет детская От двух лет мальчик-девочка до 16 лет Мальчик-девочка, подросток Ценовая категория Спортивную форму с батничком, со штанишками 240 рублей можно приобрести Все из натуральных тканей? Да, хлопок Вот новинка тиктокеры молодежная Любят на 16 лет Девочки берут в основном худи Такие вот батнички, оверсайз Костюмы с лосинами Ну что, Вик, три комплекта померили Какой больше всего нравится? Пудровый Пудровый? Какой? Последний Все? Забираем его? Да Все, считаем Еще для физкультуры покупаем футбол Пожалуйста Спасибо Спасибо, мы отправляемся дальше Хорошего дня Нам нужно на девочку Школьные туфли Да И для физкультуры кроссовки Отлично Смотрите, вот наши школьные туфли Вся полочка Давай, Вик, будем выбирать Третий Вот эти берем Берем Нам нужен 33 размер Это 33 размер Девочки у нас стали более модными Теперь они чаще выбирают более дерзкие модели На тракторных подошвах Любят больше лаковые модели Лоферы тоже очень востребованы детками И очень-очень-очень любят детки сейчас Спортивные кеды Под юбку Под любые кюлоты Под любые брючки Это что касаемо девочек Мальчики в этом сезоне у нас тоже Отошли от классики Классику мы практически в этом сезоне и не получали Больше, опять же, выбирают какие-то спортивные модели Это белые у нас выбирают самые храбрые мальчики Которые не боятся выделиться А также обычные кедики И вот такого плана туфли-слепоны У нас есть как натуральная кожа, так и ненатуральная кожа Но во всех моделях внутри присутствует в обязательном порядке кожаная стелька Супинатор Для физкультуры чаще всего просят кеды И также кроссовки, но обязательно облегченные Чтобы была подошва на пене Это удобно и для детей Потому что это все-таки обувь для бега Ценовая политика, если мы говорим о туфлях Это от 200 рублей до 350 рублей Что касаемо кроссовок Ну, в принципе, тоже в этом же диапазоне 200-330 рублей Обувь желательно, конечно, чтобы она была по размеру Пускай даже будет чуть-чуть больше, чем нога ребенка Для того же, чтобы опять не было трений, давлений, потертостей, мозолей Стараться выбирать качественную натуральную кожаную обувь Она дышащая, в ней нога не приедет, не потеет И, соответственно, не должно быть развития каких-либо патологических кожных процессов Все советы учли За обувь 670 рублей С внешним видом решили Дальше тетради, ручки, карандаши, цветная бумага, краски, кисточки Во многих магазинах сейчас на это скидки Сейчас у нас всю неделю скидочка 8% на весь ассортимент При покупках можно сэкономить родителям на заметку Тетради отечественного производства с обычной обложкой Стоят в полтора раза дешевле импортных Дальше по списку рюкзак вместительный, удобный, а главное безопасный Оптимальный вариант, чтобы были именно ортопедические рюкзачки С этими жесткими вставками, с пластиковыми выпуклостями Тогда, конечно, оно будет анатомически создавать правильное давление на позвоночный стол Вес самого рюкзака обычно для маленьких детей должен быть меньше килограмма Ну, порядка 700-800 грамм он должен быть Лямочки плотненькие, давай померяем Со светоотражающими полосочками, тоже очень важно Ну, в принципе, на всех наших рюкзаках есть светоотражающие элементы Рюкзачок ей впору Как бы он не должен быть ниже попы Ну, лямочки, понятно, регулируются, но ребенку должно быть комфортно Удобный в их рюкзак? Да Итак, подводим итоги, считаем затраты Нам подготовка к школе обошлась в 3233 рубля Это для первоклассницы Вики Собирали с нуля Если вы в школу не в первый раз, перед покупками лучше все перемерить с прошлого года и докупить необходимое В этом году линейки 1 сентября только для первых и выпускных классов Остальным на белых рубашках и блузках можно сэкономить За парту дети сядут 6 сентября Это из-за переноса выходных Поэтому время на сборы еще есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok